Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 24-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке очередной виджет иконок, только с другими эффектами. Вот я навожу мышь, то есть есть полукруглые. При наведении вы видите такая полоска, сменяющая цвет плюс, иконка в середине приподнимается. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. После того, как вы виджеты перетащите на холст, у вас сразу вытянутся два виджета. Просто один у нас квадратный, другой вот с такими углами. Здесь у нас настройки есть настройка Border Radius, то есть это скругленные у рамков углы, то есть поле для управления радиусом, а у квадратного такого поля нет. То есть остальные настройки здесь идентичны. Поэтому я буду объяснять только на примере вот этого виджета. И в принципе объяснять тут особо нечего. Вы тут уже должны с закрытыми глазами все уметь. Как обычно, здесь ссылка на сервис иконок. В это поле вы размещаете переменную иконки, какую хотите видеть на кнопке. Икон Size – это размер самой кнопки внутри бэкграунда, заливки. Бэкграунд Сайдс, то есть это размер самой кнопки. Давайте сделаем побольше. Бордер Радиус – это скругление. Я трогать не буду. Урел, понятно, поле для вставки адреса. Дальше. Состояние кнопки нормальное. До того, как на нее навели мышь. Вот здесь вот Background Color. Давайте возьму другой цвет. И на этой же кнопке состояние спокойно, какой цвет иконки. Так как фон у меня светлый, я выбираю цвет иконки темный. Здесь уже все понятно. Здесь сразу в режиме реального времени мы видим, как у нас что изменяется. И Hover – это у нас при наведении. То есть, помните, при наведении у нас такая полоска пробегает по нашей кнопке. Мы здесь выбираем темный, потому что у меня заливка светлая изначально. И при наведении еще у иконки, какой выбрать цвет. Ну, я выберу светлый, потому что заливка темная. Вот, в принципе, все настройки. Давайте посмотрим в браузере. Вот этот я удалю, так как там те же самые настройки. И посмотрим здесь. Ну, вот так вот у нас с вами все работает. На этом я заканчиваю данный видеоурок. И увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok